Новости на телеканале Краснодара в студии Марии Гитманюк. Здравствуйте и вот что покажем сегодня. Внести вклад в сохранение лесов и уменьшить объем мусора на полигонах может каждый. Что для этого нужно сделать и куда обращаться? О сохранении леса говорили сегодня на совещании у губернатора. Какая борьба ведется с незаконной вырубкой и оборотом нелегально заготовленной древесины? Губернатор уверен, черные лесорубы должны отвечать по всей строгости закона. Вспомнить юность, вернуться за парты и сдать экзамены. У кубанских родителей появилась такая возможность, когда можно сдать ЕГЭ и кто еще может записаться в ряды школьников. На Кубани проходит неделя здоровья матери и ребенка. Какие мероприятия проводят для будущих мам и тех, кто только планирует беременность. А также где в Краснодаре можно быстро и бесплатно пройти диагностику здоровья. Итак, обо всем по порядку. Сдай макулатуру, спаси дерево. Внести вклад в сохранение лесов и уменьшить объем мусора на полигонах может каждый краснодарец. Для этого нужно принять участие в эко-марафоне. Собрать макулатуру и сдать организатора марафона до 31 марта. Принять участие могут учебные заведения, общественные организации, предприятия и компании. Желающим нужно собрать более 300 килограммов макулатуры в одном месте, а затем оставить заявку на сайте акции. Организаторы предоставят машину для вывоза отходов. Поучаствовать в эко-акции можете и вы. Для этого нужно обратиться по месту работы или в учебные заведения с предложением принять участие в марафоне. О сохранении леса сегодня говорили и на Краевом совещании у губернатора. Обсудили работу по борьбе с незаконной вырубкой леса и оборотом нелегально заготовленной древесины. Вениамин Кондратьев отметил, что леса занимают 1,5 территорию Кубани. Они имеют большое значение для сохранения курортного потенциала региона, а также являются ценным ресурсом для развития промышленного комплекса. Именно поэтому необходимо пресекать и предупреждать деятельность черных лесорубов. Действовать нужно на опережение, уверен губернатор. Мы говорим, как предотвратить вырубку эту незаконную. Мы должны не дать вывести лес, не дать продать. Вот и все. Если есть спрос и есть способ, как этот спрос утворить на черном рынке, то, конечно, эти незаконные рубки будут продолжаться. Потому что вырубить незаконно – это всего лишь максимум четвертая часть дела. Самая важная составляющая – вывести безнаказанно и продать незаконно вырубленный лес. Вот если эту цепочку мы прервем, на стадии хотя бы вывести невозможно, то точно уже рубить не будет смысла. Не будет смысла, но почему мы цепочку не можем прервать? Потому что много дорог, что ли, идет. Это реально должна быть возможность большегрузу пройти. В прошлом году на территории края вывели 152 незаконные рубки лесов. Браконьеры вырубили 5,5 тысяч кубометров древесины. В том числе и ценные породы. Губернатор уверен, черные лесорубы должны отвечать по всей строгости законам. Вениамин Гондратьев поручил своему заместителю проработать алгоритм эффективного межведомственного взаимодействия для борьбы с браконьерами. К другим темам. Ремонт улицы Чапаева начнется на следующей неделе. Рабочие уберут велодорожки и расширят в тротуар почетной стороне улицы. Глава города поставил задачу завершить предстоящую ремонтные работы до 1 июня. Предстоящие работы улучшат и архитектурный облик, и дорожную ситуацию. Поставить точку в ремонте нужно до 1 июня, к тому моменту, когда молодежь выйдет на каникулы. Убежден, Чапаева – это молодежная улица. Поэтому узор новой плитки должен быть креативным. Из-за объема работ ожидается временное ограничение движения транспорта. Точное время станет известно немного позже. Напомним, в декабре прошлого года Евгений Наумов предложил вернуть с улицы имени Чапаева статус краснодарского Арбата. В этом году специалисты планируют туда строить одну из самых больших школ Краснодара. Учебное заведение на полторы тысячи мест возводят в московском микрорайоне на улице Байбакова в рамках нацпроекта «Образование». Ход строительства школы проконтролировал заместитель главы города Владимир Архипов. Ездя поднажать, мы знаем об этих мероприятиях. Думаю, когда в прошлый раз встречались? В декабре. Динамика видна, слава Богу. Так надо везде. Трехэтажное здание школы будет состоять из шести блоков. Кроме учебных кабинетов здесь построят актовый зал на 800 мест, малый зал для собраний, столовую, музей, современную библиотеку, читальным залом, издательским центром, медиатекой, терминалом для поиска книг и зоной для авторского чтения. На прилегающей территории сделают места для отдыха и физкультурно-спортивную зону. Также установят площадки для учеников начальной школы и старшеклассников. Родители выпускников смогут почувствовать себя снова школьниками и сдать ЕГЭ. Сделать это можно 30 марта. Акция проводится по инициативе «Росубраннадзор» уже в седьмой раз. Об этом рассказала заместитель губернатора Кубани Анна Менькова в своем телеграм-канале. В этом году участники напишут пробный экзамен по русскому языку. Для проведения акции используют сокращенный вариант контрольных измерительных материалов, который дает представление об экзаменационных заданиях разных типов. Принять участие могут родители будущих выпускников, общественные идители, представители СМИ и все желающие. Для этого необходимо обратиться в школу, где учатся ребенок или в управление образованием муниципалитета. На Кубани проходят неделя здоровья матери и ребенка. Девушки могут бесплатно проконсультироваться со специалистами до начала планирования беременности. А будущие мамы могут познакомиться с тонкостями по уходу за новорожденными. В такую неделю важно узнать и про орфанные заболевания. Редкие орфанные заболевания – это хронические прогрессирующие или жизнеугрожающие заболевания. Расширение неонатального скрининга с января 2023 года дает возможность более ранней диагностики большего количества заболеваний на доклиническом еще этапе. Соответственно, деткам с этими заболеваниями может быть назначено лечение гораздо раньше, и оно будет более эффективным. Скрининг – это обследование, которое проводят всем новорожденным. Анализ позволяет выявить наиболее распространенные генетические заболевания, которые представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка. На сегодняшний день скрининг проводится во многих странах мира, а перечень насчитывает более 50 заболеваний. Все для того, чтобы детки рождались и росли здоровыми. В рамках Всероссийской недели здоровья матери и ребенка в Краснодаре будет работать и передвижной комплекс «Маршрут здоровья». Специалисты медлаборатории на колесах определяют факторы риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Пациентам измерят рост, вес, артериальное давление, пульс, определяют степень физического развития и состояние сердца. Также в течение нескольких минут врачи сделают анализы общего холестерина и глюкозы крови. В конце обследования – консультация терапевта. Пройти бесплатное обследование можно уже завтра, 10 марта, с 9 утра до 2 часов дня в районе дома 69 на улице Герой Владислава Посадского. Вся процедура займет не больше 20 минут. С собой необходимо взять паспорт или полис УМС. Получить можно и бесплатную консультацию юриста. До 15 марта по телефону можно обратиться с вопросами о мирах социальной поддержки, выплаты алиментов, распоряжении о недвижимым имуществом, признании права собственности на земельный участок, усыновлении и другим интересующим темам. Подобные консультации в Краснодаре проводятся каждый месяц. Номера телефонов, по которым можно обратиться, вы сейчас увидите на ваших экранах. Также на сайте администрации Городской думы Краснодара вы сможете их узнать. Краснодарский край вошел в топ регионов по числу занятых в малом и среднем бизнесе. Такой динамике способствуют меры поддержки для бизнеса и самозанятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Одна из таких мер – Школа молодого предпринимателя «Бизнес молодых». В проекте приняли участие более трех тысяч человек. Помимо обучения основам бизнеса и наставничества, он дает возможность получить льготные займы. Фонд развития инноваций помог привлечь более 200 миллионов рублей федеральных грантов. Фонд микрофинансирования за прошлый год выдал более тысячи займов, а также разработал новый льготный займ под 5% годовых. Программа «Реновация поможет поддержать бизнес», а также будет способствовать благоустройству городов Кубани. Как открыть свой салон красоты? Благодаря поддержке государству улучшить качество сервиса в индустрии и как побороть конкурентов, узнал мой коллега Вадим Антонов. Я решила для себя, что они мне не конкуренты, в том плане, что у нас будет разная целевая аудитория. Такая красивая визуализация, но это ежедневный труд, ежедневные силы и иметь свой бизнес. Ответственность не только за себя, но и за сотрудников. Сейчас на территории Кубани действует уже 21 займ для субъектов МСП с максимальной суммой 5 миллионов рублей сроком до 36 месяцев при ставке от 0,1% до 6,5% годовых, а по микрозайму торговля 7,5% годовых. Подробности ведения бизнеса узнаете завтра в 20.30. В программе «Размер имеет значение». Не пропустите. Свои бизнес-идеи предприниматели представили во втором сезоне проекта «Воронка инновационных стартапов». Мероприятие организовали в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Из 31 стартапа до финала дошли 20 лучших. Участники презентовали свои разработки инвесторам и комиссии. Темы проектов разные. Психология, образование, строительство, промышленность и другие. Помимо инвестиционной поддержки, программа дает предпринимателям ряд дополнительных возможностей, помогает выстроить процессы внутри команды, протестировать продукцию и создать дальнейший план развития. Прибавка к пенсиям и ряду других социальных выплат ждут россиян с 1 апреля. Коснется это многих категорий граждан, в том числе и пожилых людей, тех, кто получает социальные пенсии. А это россияне, которые не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Кому же заплатят больше, на сколько и чем эта индексация отличается от других. На 3,3% будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности. Обычно их ежегодно увеличивают на размер инфляции 1 апреля. Но в условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Первая волна индексации выплаты была в январе и феврале 2023 года. Таким образом, за год с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 выплаты увеличатся более чем на 13%. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет, достигшим установленного возраста. Пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера и социальной пенсии по инвалидности в случае потери кормильца. Эти выплаты планируют повысить также на 3,3%. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и находится на стадии общественного обсуждения. Увеличится ежемесячная денежная выплата людям, проработавшим в Тулу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945. По национальному проекту «Культура» отремонтируют фасад здания детской школы искусства номер 11 имени Арноба Баджаняна. Заменят также сети электроснабжения и освещения. Работы выделили более 21 миллиона рублей. Завершить их планируют к концу 2023 года. Школа является одним из крупных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства. Важно сделать так, чтобы они могли заниматься любимым делом в комфортных условиях. Лепные элементы на фасаде здания отреставрируют и покрасят. Также заменят проводку и лампы освещения. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные ребята. Школу искусств посещает 556 детей. Их обучают игре на музыкальных инструментах, сольному, хоровому, академическому, эстрадному пению, изобразительному искусству, а также хореографии. Перед сентябрем прошлого года по муниципальной программе развития культуры в школе заменили ограждение, которое теперь отвечает требованиям антитеррористической защищенности объекта образования. По этому адресу проверили и Дом молодежи. Глава Краснодара Евгений Наумов оценил состояние здания. Поручил коллегам из запартамента строительства посмотреть смету и сделать свои расчеты, чтобы убедиться, что на ремонтные работы организации хватит средств с федерального гаранта. Карасунскому округу в следующем месяце исполняется 50 лет. В связи с этим мы продолжаем серию сюжетов о людях, которые внесли немалый вклад в развитие округа. Прославили его как на всероссийской, так и на мировой арене. О героине из сегодняшнего материала расскажет Лилия Пасмурова. По словам олимпийской чемпионки Ирины Караваевой, Карасунский округ всегда был самым сильным в спорте. Округ воспитал целую плеяду спортсменов, которые безоговорочно побеждали и продолжают свой путь к успеху. В первые годы в спорте Ирина Владимировна занималась акробатикой. Спустя 7 лет она вернулась в прыжки на батуте, от занятий которыми пришлось отказаться из-за отдаленности школы. Прозанимавшись где-то месяц, я решила себя попробовать в спортивной гимнастике. Но так как надо было ездить в другой район, мама не смогла меня везти, и мы вернулись обратно в наш тогда микрорайон гидростроителей и пришли именно в зал прыжков на батуте. Подготовка детей к занятию спортом зачастую начинается с батутов. Это весело и увлекательно для детей. Потом спортивная секция превращается в профессиональную деятельность, за которой стоит многочасовая и упорная работа в оттачивании элементов. Первая награда Ирины Владимировны – это значок «Юный спартаковец». А самое главное – «Сиднеевское золото» в 2000 году. Так Ирина Караваева стала первой олимпийской чемпионкой в прыжках на батуте. Что нам нравилось в детстве? Нам нравилось прыгать на кровати, нам нравилось чувство полета. И, конечно, те, которые приходят к нам в зал, они приходят именно за этими гормонами радости. Здесь и гимнастика, и УФП, и специальная физическая подготовка, плюс координация. Сегодня Ирина Владимировна руководит Центром олимпийской подготовки по прыжкам на батуте. Является наставником 272 спортсменов от 7 до 30 лет, куда входят участники детских, юношеских и взрослых сборных. Ребята радуют тренеров своим упорством и победами. В Карасонский округ они привозят медали с юношеской спартакиады России, спартакиады сильнейших, Кубка мира в Баку, Кубка первенства России. На чемпионатах первенства мира в 2021 году юниорская и взрослая сборные Центра завоевали 13 золотых медалей. Я здесь родилась, я здесь окончила школу, я здесь научилась побеждать, здесь растет мой сын, моя семья. И сколько не было предложений, я все равно не уехала из города Краснодара и вообще из Карасонского округа. Даже после завершения своей спортивной карьеры я все равно работаю в Центре олимпийской подготовки, которые находятся в том самом легендарном нашем батутном зале, который основал Виталий Феевич Дубко, именно в Карасонском округе. Ирина Караваева считает, что залог успеха хорошего спортсмена – это 90% упорного труда и 10% таланта, ведь каждодневная работа над собой дисциплинирует. Очень важна, по мнению олимпийской чемпионки, и поддержка тренеров и близких. Только полная уверенность в себе, которую спортсмены подкрепляют работой, может дать необходимые для победы результаты. Кубанская школа батута, я могу сказать, одна из лучших в мире, одна из сильнейших у нас в России. В прошлом году спортсмены именно Центра олимпийской подготовки победили на спартаке, а где сильнейших, и принесли Краснодарскому краю первое место. Мне кажется, мой единственный вид спорта, который именно завоевали золотую медаль. Так что молодежь у нас готовится, молодежь у нас сильна. Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте работает в Карасунском округе. Именно там начинала свою карьеру Ирина Владимировна, вдохновляясь опытом первых чемпионов мира в прыжках на батуте, Евгением Гяннесом и Евгением Яковенко, которые тренировались в Центре. Кузница чемпионов не перестает удивлять новыми лицами. Ирина Владимировна уже в качестве наставника мотивирует юных спортсменов достигать своих целей. Лилия Пасмарова, Алексей Толстенко, телекомпания «Краснодар». Накануне вся страна отметила самый красивый весенний праздник в году. И некоторые представительницы прекрасного пола в свой праздник работали. Но без теплых пожеланий не остались. Для работающих женщин дети и взрослые изготовили и вручили подарки. Как это было, расскажут мои коллеги. Мероприятие «Класс доброты», приуроченное к Международному женскому дню, прошло в Межрегиональном союзе общественных объединений многодетных семей. Детям предложили поучаствовать в мастер-классе по изготовлению коробочки с приятным сладким подарком и пожеланием. Нужно делать больше добра и помогать людям, делать что-то приятное. В этой открытке мы первый раз участвуем. Но если в следующем году не проводится, придете еще? Придем? Угу, придем. Данное мероприятие «Класс доброты» проводится ежегодно. Делается коробка с письмом, посланием от деток для женщин в Международный женский день. И дарится как раз-таки 8 марта тем женщинам, которые, к сожалению, не отдыхают в праздничный день. Принимают участие многодетных семей, также дети семей переселенцев, которые прибыли с новых территорий. И, собственно, те, кто хочет принять в этом участие. После коробочки с пожеланиями отправились к прекрасным дамам, которые вышли на работу 8 марта. Сегодня команда молодежки Народного фронта подарила маленькие радости девушкам, которые находятся на работе. Сегодня мы их поздравляли прямо на рабочих местах, подарили им подарки, которые сделали вместе с детьми переселенцев из Донбасса. И их эмоции, не передать словами, они были бесконечно рады и удивлены такому внезапному сюрпризу. Класс доброты проводится ежегодно и каждый раз привлекает все больше участников краснодарских семей. Такую теплую традицию продолжат и в следующем году. Анастасия Степанова, Ксения Лозовая, Алексей Товстенко, Дмитрий Веретельников, телекомпания «Краснодар». Поздравляли женщины на улицах города, волонтеры дарили розы и открытки в рамках акции для милых дам. Ее организовали администрация Крайса, совместно с региональным штабом «Мы вместе» и Кубанским союзом молодежи. Акция проводится не первый год, а мы ее проводим уже третий год улыбками, только улыбками. Позитивными, светлыми эмоциями, улыбками. Все говорят спасибо, все рады. Такую красивую традицию планируют продолжать и дальше. Все для того, чтобы женщины больше улыбались. Поздравления с Международным женским днем доходили с места проведения специальной военной операции. Молодой казак-доброволец поздравил свою маму трогательным стихотворением, которое написал сам. Обещание вернуться прозвучало в этом стихотворении. Эти строки касаются не только матери солдата, но и всех женщин, которые ждут возвращения своих героев живыми и здоровыми. Напомню, с начала СВО более полутора тысяч кубанских казаков исполняют свой долг. И как в стихотворении каждого из них любят и ждут. Улицы Краснодара 8 марта стали розовыми. Всему вину участницы женского забега в ярких костюмах. Хорошее настроение и женская красота в материале Ксении Лозовой. Провести праздник спортивно, ярко и, конечно же, продуктивно сегодня решили многие краснодарские девушки. Кстати, не только краснодарские, многие приехали на бьюти-ран целыми семьями. Вы посмотрите, как много сегодня было участниц. Участниц, желающих пробежать и, конечно же, получить крутые подарки. 500 прекрасных участниц в розовых пачках пробежали 3000 метров по главной улице краевой столицы. Соревнования бьюти-ран, в которых возраст участниц был неважен. После такого количества девушек в розовом организаторам было сложно вручать подарки. Здесь были красивы все. Мама, дочка, дочки, дочки, в общем, огромная, большая семья. Давайте поаплодируем, посмотрите, какие красивые. Я вам больше скажу, мы не просто не отдыхали в теплой постели, мы приехали из другого города. Да, из Ростова-на-Дону мы очень торопились, чтобы успеть. И мы участвовали всей семьей с нашей бабушкой, со старшей дочерью, потому что это лучший способ отметить такой прекрасный женский праздник. В номинации «Самая красивая прическа» тоже была победительница, которая принимает участие в забегах не первый год. Каждая хотела бы оказаться на вашем месте. Ну давайте поаплодируем, а! Я год занимаюсь бегом уже, это меня сильно увлекло. И теперь я не могу остановиться. И стараюсь побольше дней таких беговых праздничных проводить в разных городах. Забег бьюти-ран – это больше для женского общения, новых знакомств и прекрасного женского праздничного настроения. Ксения Лозовая, телекомпания «Краснодар». Праздничный концерт вместо тысячи слов к Международному женскому дню прошел в Центре культурного развития «Карасунский». Торжественная атмосфера встретила гостей с порога. В фойе центра работала фотозона и выставка работ в студии декоративно-прикладного искусства. После артисты подарили незабываемые творческие номера, пожелания и, конечно, цветы. Бабушки, сестры, подруги, наши дорогие женщины, оставайтесь такими же прекрасными. Здоровья вам, благополучия и дай вам Бог на эти 365 дней. С праздником! С восьмым марта! Трогательные номера поздравления как детских, так и взрослых творческих коллективов. Все для того, чтобы каждая женщина не забывала, какая она любимая. Ну а теперь к новостям спорта. В эту субботу футбольный клуб «Краснодар» сразится с московским «Динамо». Это 19-й тур российской премьер-лиги. Чтобы посещать матч РПЛ, необходимо оформить карту болельщика. Сделать это можно через портал госуслуги или в офисе МФЦ. Также оформить карту можно через временные центры в парке «Краснодар». Находятся они на седьмом входе в стадион. В магазине футбольного клуба рядом с ареной в амфитеатре парка. Найти их можно по указателям. При себе нужно иметь паспорт. Помнить оформить карту в день матча нельзя. Всего в крае получили карту болельщика уже более 61 тысячи человек. А накануне локомоцей в Кубани уступил «Зениту» на последних секундах. Матч очередного тура регулярного чемпионата Единой Лиги завершился со счетом 74-77. Обе команды начали борьбу на равных. Счет после первой четверти составлял 18-18. Но далее локомоцей начал сильно уступать питерским гостям. А конец матча для болельщиков обеих команд стал валидольным. Сначала «Зенит» вырвался вперед на 25 очков. А после «Железнодорожники» совершили невероятный камбэк. За четыре минуты до финальной сирены счет снова был равным 69-69. Исход матча решил точный трехочковый «Зенитовца» Сергея Карасева. Следующий матч «Красно-Зеленый» проведут на выезде в воскресенье 12 марта. Лука Кубань сыграет с пари «НН» в Нижнем Новгороде. На этом у меня все. Оставайтесь с нами и до встречи в эфирах.